Это скафандр Лука Пармитана, который практически захлебнулся от воды в открытом космосе. А это Джозеф Киттингер, он чуть не потерял руку из-за повреждения оболочки своего костюма. Я наглядно покажу, почему присутствие человека в открытом космосе крайне опасно, и расскажу, что происходит с нашим телом там, и какие трагедии уже случались в истории космонавтики. А в конце расскажу про то, как первый выход в открытый космос человеком чуть не обернулся жестокой драмой. Если вы думаете, что в нынешние времена уровень технического оснащения позволяет безбоязненно выходить в открытый космос, то вы глубоко заблуждаетесь. Костюм астронавта, даже оснащенный передовой электроникой и многослойной защитой, все равно уязвим перед космическими обломками, которые могут пронзить его и нанести урон жизненно необходимым органам космонавта. В открытом космосе помощь не придет мгновенно, а путь обратно на корабль займет немало времени. Делая выживание раненых астронавтов во внеземных просторах крайне-крайне маловероятным. По счастливой случайности, летальные исходы от повреждений костюмов еще не фиксировались. Тем не менее, проблемы с повреждениями не редкость и могут вызвать серьезные неприятности. Кроме того, важно учесть и тот факт, что любая электроника иногда дает сбой. Скафандр может не иметь каких-то визуальных дефектов, но иметь нарушения в системе жизнеобеспечения. Такое случалось не раз. Чуть дальше я расскажу и покажу на конкретных примерах. Кроме того, космонавт может банально устать при выходе в открытый космос. Его костюм имеет вес до 160 килограмм. И хотя в условиях невесомости эта масса не чувствуется, но эластичное сопротивление, с которым сталкиваются астронавты при каждом движении, требует значительных усилий. Ремонтные работы на МКС стоят в себе дополнительные трудности, так как для предотвращения вращения вокруг собственной оси при затягивании болтов астронавтам требуется за что-то ухватиться. Такие задачи в космосе оказываются вдвое сложнее, чем на Земле, и зачастую приводят к появлению кровавых мозолей у исследователей. Утомление в таких условиях может снижать внимание, увеличивая риск возникновения дополнительных проблем. Потеря ориентации астронавтам с последующим удалением от космической станции. Для минимализации этого риска астронавты используют стальной трос длиной 26 метров при выходе из станции, а встроенный в скафандр реактивный ранец предоставляет дополнительную безопасность в случае нештатной ситуации. Однако во время первых исследований космоса такого оборудования у астронавтов просто не было, что добавляло рисков их миссиям. Но в мире есть один человек, который все же бороздит космические просторы. Причем в районе Плутона. Сейчас расскажу. Хоть и принято считать, что человечество оставило свой след только на двух космических объектах – Земле и Луне, однако наш уровень развития уже позволил нам отправить спутники за пределы внутренней части Солнечной системы, достигнуть Плутона и исследовать таинственный Койперов пояс. Конечно, эти дальние путешествия осуществляются не людьми, а беспилотными аппаратами, которые несут знания человечества в далекий космос. Знаковым моментом в истории освоения далеких планет стал запуск космического аппарата НАСА «Новые горизонты» в 2006 году, целью которого было подробно изучить Плутон и его спутник Харон. Этот аппарат, не предназначенный для посадок, совершил важные исследования в полете, пересекая орбиты Марса и газовых гигантов. И в 2015 году прислал на Землю высококачественные изображения Плутона, превосходящие возможности телескопа Хаббл. После успешного пролета мимо Плутона «Новые горизонты» продолжили свой путь, изучая другие объекты за пределами Нептуна и даже сделали близкий пролет мимо астероида 2014 МУ-69 в начале 2019 года. Но что по поводу человека, про которого я упомянул? Уникальной особенностью миссии «Новые горизонты» является наличие на борту частицы праха Клайда Томба, астронома, открывшего Плутон. Томба, работая в обсерватории Лоуэлла в 1930 году, обнаружил эту далекую планету и за свое открытие получил множество наград и мировое признание. Его вклад решили увековечить очень необычным способом. После его смерти часть его праха была помещена на борт «Новых горизонтов» по инициативе его дочери Аннет. Это символическое действие позволило Томба посмотреть на Плутон ближе, чем когда-либо ранее, продолжая его наследие исследования космоса. Грустно и романтично, но какие условия вообще в космосе? Космос представляет собой среду, настолько отличную от земной, что каждый ее аспект кажется невероятным вызовом для человеческого тела. В этом безграничном пространстве господствуют крайности температур. Под прямыми солнечными лучами столбик термометра может взлететь до плюс 120 градусов по Цельсию, а в абсолютной тени стремительно упасть до минус 150 Цельсиев. Стоит только объекту просто повернуться другим боком. Отсутствие атмосферы приводит к полному вакууму, где звук, как явление, становится просто невозможным. Волнам просто не во что преобразовываться, и это создает оглушительную тишину. Космонавты рассказывают, что единственный звук, который им удавалось услышать – пульсацию собственной крови. Для любого живого существа, осмелевшего выйти за пределы защитных стен космического аппарата, без надлежащей защиты в виде скафандра, отсутствие воздушного давления становится смертельной угрозой. Я еще потом расскажу чуть подробнее, как наше тело будет реагировать без защиты. К тому же космическая радиация, от которой нас оберегает земная атмосфера, в открытом космосе становится попросту безжалостным врагом, угрожающим здоровью в перспективе. Сразу человека не испепелит, но последствия, поверьте, точно будут. Это и есть суровая реальность космического пространства. Оно восхищает своей необъятностью и красотой, но остается безжалостно нетерпеливым для человека. И чтобы нагляднее было, расскажу про несколько живых примеров, как космос не прощает ошибок. И начну со случая Луку Пармитана. Он находился в критической точке станции, где сходились три модуля, и ему предстояло исследовать узкое место, протянув туда руку. На 45-й минуте работы он ощутил необычное ощущение. Вода собиралась на его затылке. Он немедленно сообщил об этом на Землю. Кэссиди и его коллега, работавший рядом в открытом космосе, спросил его, потеет ли он. «Да, я потею», – ответил Лука. «Это было странно, ведь в шлеме не должно было быть воды. Однако она была, и ее становилось все больше». Команда на Земле предположила, что проблема может быть в системе подачи питьевой воды скафандра. Лука опустошил резервуар с водой. Но это не помогло. «Вы скажете, а в чем-то, собственно, проблема?» «Ну, запотело стекло у человека в космосе». Влага угрожала повредить электронику и коммуникационное оборудование скафандра, что могло бы привести к потере связи и нарушению работы систем жизнеобеспечения. Лука отметил, что вода имела металлический привкус, отличный от питьевой воды. Ожидая решения от контрольного центра, астронавты продолжали наблюдать за своим товарищем, когда Лука почувствовал, что его подшлемник пропитан холодной водой. Контрольный центр приказал прекратить все работы и вернуться на станцию. Возвращение началось без происшествий. Но пройдя через опасные зоны, Лука столкнулся с новой проблемой. Вода попала в нос, и он мог дышать только ртом. При этом связь с центром оборвалась. Когда наступила темнота, Лука оказался в полной изоляции, без связи с землей и далеко от Кэссиди. Вода продолжала заполнять шлем, угрожая его жизни. Ориентируясь на память и знание структуры станции, он смог добраться до шлюза и войти внутрь, где его уже ждала команда спасения. Откачав воду из кафандра, они обнаружили, что утечка составила 2 литра. Спустя полгода после инцидента, несмотря на тщательное расследование, точная причина утечки так и не была установлена. Однако была найдена поврежденная деталь – сепаратор вентиляторного насоса. Этот опасный инцидент заставил инженеров разработать дублирующую систему дыхания, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Урок был усвоен, но риск оставался неотъемлемой частью космических путешествий. Но думаете, такие проблемы были только раз? К сожалению, нет. И следующий случай тому подтверждение. Хоть космический костюм, оснащенный впечатляющим арсеналом электроники и многослойной защитой, представляет собой нечто большее, чем спецодежда для прогулок в космосе, иногда это не спасает. Мельчайший космический обломок способен причинить серьезный вред, угрожая жизни астронавта. 16 августа 1960 года Джозеф Киттингер вошел в историю, выполнив рекордный прыжок в рамках миссии «Эксельсиур». Со стратосферной высоты в 31 километр и 300 метров он начал свое падение, в течение которого 4 минуты и 36 секунд контролировал свое движение с помощью тормозного парашюта. Достижение скорости в 988 километров в час или 274 мили в секунду перед открытием основного парашюта на высоте 5,5 километров стало одним из многих рекордов, установленных этим прыжком. Несмотря на то, что во время спуска была потеряна герметичность его правой перчатки, Киттингер успешно завершил прыжок, установив рекорды за самый высокий прыжок с парашютом, наиболее долгое управляемое падение с тормозным парашютом и максимальную скорость человека в свободном падении. В условиях космического вакуума его рука значительно увеличилась в размерах. Но, к счастью, после приземления и краткосрочной реабилитации восстановилась без последствий. Этот инцидент подчеркивает, насколько критичным может быть повреждение даже отдельных элементов скафандра. Еще один напряженный момент произошел в 1973 году, когда астронавты Пит Конрад и Джо Кервин столкнулись с нештатной ситуацией во время ремонта солнечной батареи на станции Skylab. Они сорвались во время ремонтных работ. Их неожиданный полет в открытом космосе, хоть и был кратковременным, благодаря страховочным тросам наглядно продемонстрировал, насколько важно каждое движение в условиях микрогравитации. Современные космические скафандры, состоящие из более чем 10 слоев защиты, предназначены не только для защиты от экстремальных температур и вакуума, но и для обеспечения надежной герметизации. Они предотвращают утечку кислорода и защищают астронавта от потенциальных угроз, связанных с разгерметизацией. При малейшем нарушении целостности скафандра последствия могут быть катастрофическими, вплоть до острого кислородного голодания и опасного увеличения объема тела из-за воздействия вакуума. Эти случаи служат напоминанием о том, что покорение космоса требует не только смелости и решимости, но и беспрецедентного уровня технической надежности и внимания к деталям в разработке космических технологий. Но давайте на секунду допустим, что какой-то отчаянный человек решил прогуляться в космосе без скафандра. Что тогда произойдет с его телом? Может ли человек просто взорваться из-за перепада давления? Несмотря на яркие сцены в научно-фантастических кинолентах, в действительности человек не подвергается такому сильному воздействию, чтобы тело разлетелось на куски. Причина тому весьма очевидна. Давление внутри нашего организма равняется примерно одной атмосфере. В ситуации, когда человек оказывается в космическом пространстве, где давление стремится к нулю, воздух из легких стремглав направляется наружу. Несмотря на давление в 40 килограмм на каждые 4 квадратных сантиметра, человеческое тело должно выдержать эту нагрузку благодаря прочности тканей, далекой от хрупкости сухих веток. Ну ладно, а тогда как же холод и низкие температуры? Замерзнет, наверное. Общее мнение о том, что беззащитный перед холодом космоса человек немедленно превратится в льдинку, не соответствует действительности. Космос является вакуумом, который сам по себе не обладает температурой. Теплоотдача в такой среде возможна только путем излучения, что для человека является практически незначительным. Таким образом, человек будет ощущать лишь некоторое похолодание, в то время как вода с его поверхности начнет испаряться, но мгновенно замерзание не произойдет. И да, кровь жилых тоже не закипит, как любят рассказывать в научно-фантастических книгах, так как ее кипение зависит от давления, которое в условиях космоса крайне низкое, да и сгореть не получится. Максимум только ожоги от ультрафиолетового излучения, так как в космосе отсутствует защитный слой атмосферы, защищающий от солнечных лучей. Поэтому крем от загара обязателен. Но что тогда по поводу воздуха? Уж задохнуться человек обязан. Безусловно, без доступа к воздуху человек столкнется с нехваткой кислорода и потерей сознания в течение короткого времени. Однако при быстром возвращении в условия содержания кислорода восстановление возможно. Таким образом, хотя космос крайне негостеприимен для человека без соответствующей защиты, ряд популярных представлений о его воздействии на человека не вполне точны. Ну и как обещал в начале, пора рассказать про 8 марта 1965 года, день, который стал историческим для человечества. Ну а мог бы быть и трагическим. Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос, а Павел Беляев остался в космическом корабле «Восход-2» в роли командира миссии. Перед стартом Сергей Королёв, главный конструктор космической программы, обратился к Леонову с просьбой. «Ты, Лёша, только выйди из корабля и войди в корабль. Пусть солнечный ветер будет тебе попутным». Выход в открытый космос начался сразу после выхода на орбиту, и к этому моменту оба космонавта уже находились в скафандрах. Шлюзовая камера корабля была надута, и Беляев открыл люк, чтобы Леонов мог перейти в неё. Весь процесс проходил в условиях полной изоляции от наземных пунктов слежения, поскольку корабль находился вне зоны работы оборудования. Инцидент, произошедший с Леоновым во время его возвращения на корабль, стал одним из самых напряжённых моментов миссии, хотя этого никто не ожидал. Его скафандр раздулся в вакууме, и он не мог протиснуться обратно в шлюзовую камеру. Леонов принял решение самостоятельно стравить часть воздуха из скафандра, чтобы уменьшить его размеры и тем самым облегчить возвращение в корабль. Это решение было крайне рискованным, но оно сработало, и космонавт смог благополучно вернуться на борт. После успешного возвращения в корабль, Леонова и Беляева ждала ещё одна проблема. Система ориентации корабля была сбита, и им пришлось брать управление на себя для нормальной посадки. Они промахнулись с планируемым местом посадки, и их капсула приземлилась в тайге, на значительном расстоянии от предполагаемого места. Космонавты были найдены лишь через два дня поисковых работ. Несмотря на все сложности, миссия была успешной, и оба космонавта были награждены званиями Героев Советского Союза. Как вы можете понять, космос – штука непредсказуемая. Даже имея лучшее оборудование, сотни талантливых инженеров и невероятно подготовленных космонавтов, там, за дверью космической станции, остаётся только надеяться, что в этот раз космос будет милосерден. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!